Добрый день. Приветствую всех слушателей YouTube-канала Автополстар, присутствующую в комнате Zoom-трансляции. Сегодня четверг, 25 августа. Спикер Светлана Лаврова с темой «Вечность. Это последний день жизни». Светлана, передаю вам микрофон. Здравствуйте. Ребята, рада снова быть с вами в четверг. И пока кто присоединяется, если кто-то не присоединился, я бы, наверное, хотела высказать свои ощущения, свои чувствования. Вы, наверное, все знаете, что у нас прошел первый такой глубокий и достаточно жесткий трехдневный ретрит, где вели его я и Слава, и к нам приехал человек из-за рубежа. И я еще раз убедилась, что личное общение, конечно, это абсолютно другое. И когда человек готов, когда он не просто готов, а когда ты с ним разговариваешь один на один, потому что в группе это своеобразное такое состояние, когда тебя группа поддерживает, оно как будто на ладошках несет к определенным твоим состояниям, к определенным твоим познаниям, к определенным твоим раскрывашкам. И оно так очень нежно несет тебя, и каждый раз ты выходишь на новый-новый уровень. Но когда ты один на один, я уже убедилась не один раз, что хватает буквально двух часов. Два часа, чтобы человек вскрылся, и все остальное время – это просто закрепление его нового жизненного пути. Да, ребят, как бы это ни звучало там пафосно, но так оно и есть. Так как это закрытый ретрит, так как это тот ретрит, который мы не оглашаем, если человек сам захочет оставить какой-то отзыв через какое-то время, он, конечно, оставит. Но я могу сказать вам, то, что вскрытие произошло в первые два часа, оно было крайне неприятно. Оно было настолько для него неприемлемо, хотя он ехал именно за этим. Ну, как бы он ехал за другим, он представлял себе, что будет так-то, так-то. То есть в его мировосприятии не было того, что будет подход именно с этой стороны. В его мировосприятии не было того, что у него вот там проход, если это так сказать. И когда это произошло, да, первый день это был шок. Я не побоюсь этого слова. Это был шок через агрессию, через неприятие и через такое, что, блин, вот нафига, что они вообще говорят, что они вообще делают, кто им вообще позволил туда залезть и так разговаривать. Это было не через обиду, обиду это мягко сказано, да? Это было именно через уничтожение человека. Представляете, что это такое, когда тебя вскрывают через уничтожение самого себя. И вот всё, что есть плохое, всё, что вы чувствовали когда-то плохого по отношению к вам, вот умножьте это в много-много раз. И вот это происходит в первые два часа вашего общения с нами. Какое у вас будет состояние жуткое, отвратительное, неприемлемое? И когда это всё осознаётся, ты понимаешь, что ты уже никогда не будешь прежним. Когда это всё осознаётся, что ты понимаешь, что какой ты приехал и какой ты сейчас уже на данный момент, это два абсолютно разных человека. И помимо того, что тебе нужно принять ту ситуацию, через которую тебя вскрыли, тебе нужно принять, что ты стал абсолютно другим, что ты стал абсолютно иным. Что твой мир, твоя жизнь поменялись абсолютно полностью в течение двух часов. Да, мы общались жёстко, мы общались неприлично, мы общались, наверное, если сказать грубо, это ничего не сказать. Но этот опыт нам показал, что да, мы будем проводить такие индивидуальные ретриты и дальше, потому что это абсолютно другое. Это то, если человек готов, это то, ради чего ты готовился и шёл несколько лет своей жизни. Тридцать-сорок лет. Да. Это полностью твой переворот. Твой переворот в самого себя. Это просто тотальное оголение тебя. Это то, что, наверное, я хотела сказать про этот ретрит, который у нас был. Поэтому, ребят, если кто-то готов, но я могу сказать сразу, то есть у нас есть вот эти вот чаты, которые я говорила, да, я их называю троечкой со славой. И там многие ребята считают, что они как бы по смс могут просветлиться. Ребят, по смс мы вас можем направить, если вы готовы направляться. Это очень важно. То есть мы с вами 24 на 7. То есть если кто-то не отвечает вам, то мы всё равно всё читаем. Если когда-то нужно, мы вас направляем. И бывает просто у людей срывает крышу. Кто-то ревёт, кто-то благодарит, кто-то хочет слиться, кто-то идёт через агрессию. Это всё вот просто вот полный спектр всего, что может быть, это всё тоже вываливается. Но вы должны понимать, что это, как ни крути, это по смс, сообщение по смс. Но если вы готовы, то у нас мы некоторым людям, да, бывает скидывают, и они скидывают. В общий чат свои ощущения в школу автономии. И тоже говорят, что там, ой, у меня такой взрыв произошёл, у меня там такое произошло, у меня там такое произошло. На каждого по-разному. Почему я это хочу отметить? Потому что мне задали вопрос, они говорят, а за эти 30 дней я точно просветлею? А за эти 30 дней я точно пробужусь? Ребят, я не знаю, сколько вы готовы взять, я не знаю, сколько вы готовы вообще к этому. Если вы к этому готовы, то вам не надо 30 дней. Вам нужно пару фраз, и вы просто выскочите. Поэтому такие вопросы, они как бы не актуальны. Но мы точно так же продолжаем работать. Если кто-то хочет так, то, пожалуйста, кто как готов выходить постепенно, резко, либо максимально с напором, но в поддержке таких же, как вы, то присоединяйтесь на любые ретриты, которые будут. Сейчас ближайший ретрит будет со мной 26 сентября. Со славой вот эти вот индивидуальные трёхдневные пишите в личку, и мы там просто будем выбирать даты. Но и 30-дневные, пожалуйста, это уже как хотите. Доброй ночи. Счастливо увидеть вас. Любовь, добры, спасибо, Любовь. Вот, и, ребят, почему я ещё... У меня был эфир во вторник, и я там, если кому-то будет интересно, вы можете посмотреть, но я немножко в двух словах расскажу, потому что это очень важно. У нас нет желания, у меня, да, конкретно, давайте я про себя воткну. У меня нет желания, чтобы я была чьим-то гуру. У меня нет желания, чтобы я была чьим-то учителем. У меня нет желания, чтобы люди толпами шли за мной и чтобы они были в зависимости от меня. Я это уже говорила не один раз, неоднократно. И я именно на своих ретритах, на своих марафонах, консультациях, совместных марафонах со Славой, совместных чатах со Славой, мы там постоянно, каждый раз говорим вам, что всё есть в вас. Абсолютно всё. Если по каким-то... Что-то плохо, плохо слышно, блин. Не могу ничего сделать, ребят. Это, видимо, с интернетом или как ещё. Попробую просто громче говорить. Если вы по каким-то причинам не можете самостоятельно выскочить на определённый уровень самого себя, да, всё здорово, то мы здесь как помогаторы. Не потому, что мы больше знаем, не потому, что мы какие-то офигенские вообще какие-то прям с другой планеты. Просто мы в определённый момент так получилось, что мы прошли этот путь. И этот путь, эти видения, эти знания мы открываем вам через самих себя. Мы открываем вам не потому, что мы гуру, а потому, что нам хотелось бы общаться в таком же круге людей, как мы сами. Когда мы понимаем, когда мы видим, что вы, например, начинаете там говорить, ой, у меня там вот это вот случилось там с моим мужчиной, вот это вот случилось с моей женщиной, с моими родственниками, с моими близкими, с моей работой. И когда мы видим эти все программы, мы хотим вас вытащить оттуда, чтобы вы точно так же видели свои программы. Как только вы начинаете видеть эти программы, которые в своём абсолюте ничтожные по отношению к вашей жизни, как только вы их начинаете видеть, как только вы их начинаете ощущать, как только вы их начинаете правильно вытаскивать из вашего жизненного опыта, из вашей картины мира, вы в них уже перестаёте играть. И мы просто начинаем вам показывать, где этот выход, чтобы выйти из этих программ, чтобы выйти из этой игры, чтобы вы уже не играли в чужую игру, чтобы вы, если хотели, чтобы что-то поиграть, чтобы вы в неё играли осознанно. Вот как раз про это мы говорим. Мы говорим про то, чтобы вы не ходили из марафона в марафон, из ретрита в ретрит, от буру в буру, чтобы вы всё вытащили из себя, максимально вытащили из себя. И когда вы это вытаскиваете из себя, вы помогаете другому, любому другому это вытащить из себя. И вот это вот самый большой кайф. То есть мы передаём те знания, чтобы вы передали другим знания, как вытащить из себя, чтобы ни мы не становились буру, ни вы не становились буру, ни кто-то ещё. И как только мы начинаем друг другу помогать с вытаскиванием вот этого потенциала, который находится в вас, то у нас получается вот такая вот паутинка целостных людей, и это абсолютно другие ощущения, это абсолютно другое восприятие, когда нам никто не нужен, кто нас будет вести. Когда мы полностью цельные друг с другом, когда мы можем уже не брать от кого-то, а что мне делать, а как мне быть, а что мне еще там сделать, доделать. А когда мы говорим, а чем я тебе могу помочь, а ты говоришь, а ты мне можешь помочь, если ты будешь абсолютно цельным, если ты будешь наполняться, если ты будешь счастлив. И он, чтобы сделать тебе приятно, чтобы сделать тебе приятно, он начинает быть еще счастливее, еще цельнее, еще наполненнее. И ты понимаешь, что ты просто наживешь вот в этом вот великолепии человеческого соотношения друг с другом. И это вообще абсолютно другие, блин, абсолютно другое восприятие, когда ты вот с этими людьми, которые просто, просто мощь. И именно к этому мы идем. Не чтобы за собой тащить стадо, а чтобы быть такими же, как все, чтобы вы были такими же, какие вы есть. То есть не как все, а чтобы вы максимально открывали свой потенциал, который у вас есть. А он у вас просто огромный. Я это говорю постоянно, на каждом эфире. И у нас, ребят, сегодня тема. Я почему хотела открыть тему сегодняшнюю. Вечность – это последний день жизни. Когда у меня… Спасибо, ребят, очень приятно. Ваши отзывы такие смотреть. Когда у меня спрашивают, а что такое вечность? Как вы это воспринимаете? И вот вечность – это как раз про то, что когда вы воспринимаете каждой клеточкой себя, когда вы осознаете, что такое вечность, то вы уже не торопитесь. Вам не нужно что-то побыстрее сделать. Вам не нужно что-то побыстрее кому-то сказать. У вас нет вот этого, что если я кому-то не договорю, что вдруг что-то будет, а я не договорил. У вас не будет такого, что я не… Даже и в том случае, что я не доел. У нас любят эту тему, да. И я могу сказать по поводу «недоел», «недопил». Когда вы приходите в осознание вечности, это уже испытано не на одном человеке, то у вас тотально отваливается желание есть и пить. Не потому что вы не чувствуете вкусов, не чувствуете запахов, не чувствуете какого-то аромата, а просто потому что для вас эта игра становится неактуальной. И я уже об этом говорила. И что такое вечность? Вот смотрите, у нас очень много, когда, например, задаёшь вопрос «если бы ты жил в последний день, что бы ты сделал?» И как правило, что человек говорит? Он говорит вот это вот феерично. «Ой, я бы пошёл там, вот этого накупил, вот этого съел, вот туда бы съездил, это бы сделал». И всё вот это вот. Это просто фонтан эмоций. А когда ему говоришь «если бы ты жил вечно, что бы ты сделал?» Ну, я бы уже тогда не торопился. И выходит, всё приближается к тому, что когда мы говорим о вечности, человек говорит о серости. То есть я бы уже не торопился, я бы вот это уже успел, я бы вот это уже не делал, я бы, может быть, отнижался, отоспался, я не знаю, там, отъелся, ещё что-то сделал. И вот у него такое вот размеренное, какое-то непонятное. А это о чём говорит? То есть смотрите, когда вы говорите о фееричности, когда вы говорите о последнем дне, вы же тогда выплёскиваете именно то, что вы не позволяете себе в обычной жизни. Вы себе в обычной жизни не позволяете, потому что вы всегда откладываете это на чёрный день. Вы всегда это откладываете на потом. Вы всегда надеетесь, что вы будете жить ещё завтра. И напоследок вы оставляете этот десерт. А когда мы говорим о вечности, то вы думаете, а, тогда мне как бы десерта и особо и не надо. А, тогда я могу вот как бы и вот это. И у вас такое вот постоянно, вот такое вот сразу, и вот такая вот сирость какая-то пошла. И это не то состояние, оно не равно вечности. Когда вы испытываете состояние вечности каждой вашей клеточкой, каждым вашим восприятием данного момента, то вы понимаете, что последний день он равен вечности. Когда вы чётко понимаете, что каждый день вы начинаете жить именно так, как вам хочется. Когда у вас не идёт перебор того, что там напоследок. Когда у вас не идёт перебор, что, а, ну ладно, там ещё будет. А когда вы начинаете, именно такое, такое качество жизни у вас наступает. Когда вы идёте в лёгкость, и вы понимаете, что вам сейчас в моменте, в лёгкости, в моменте, вам хочется сейчас вот этого, вы идёте и делаете. И вот это вот состояние вечности. Когда вы понимаете, что всё вокруг принадлежит вам, и вы чётко знаете, как это взять. Потому что вы вечно, всё вокруг вас вечно. И когда вот эти вот два понятия, последний день и первый день, они объединяются, только после этого у вас внутри вот этот стержень вечности начинает как будто бы зажигаться. И вот эти вот все ваши клеточки, они начинают активироваться по-другому, по-иному. Вы по-другому начинаете себя чувствовать, вы по-другому начинаете воспринимать то, что происходит вокруг вас. И вот это вот происхождение вокруг вас, оно закручивается вот в эту вот спираль, не только спираль вечности, а спираль самого себя. Когда вы можете взять каждый кусочек того, что есть вокруг вас. Не потому, что вы можете это взять, а потому, что это принадлежит вам. Потому что вы через отдачу самого себя можете как принять, так и отдать. И здесь, когда вы можете и принять, и отдать, тут идёт очень точное восприятие данного момента. Когда вы можете одинаково и принять, и отдать, тогда идёт ровная благость самого себя. Тогда идёт ровная благость потери временного пространства. И когда вы теряете временное пространство, потому что вы каждый момент времени находитесь в состоянии максимального счастья по отношению к самому себе, тогда у вас растворяется это время, и вы начинаете делать именно то, что хочется только вам. А вам всегда хочется в такие моменты отдавать из изобилия. И в этот момент вас начинают окружать люди, подобные вам, которые точно так же начинают отдавать из изобилия. И вы начинаете купаться в этом изобилии. Это и есть состояние вечности. И когда вы попадаете в это состояние вечности, состояние вечности последнего дня жизни, только после этого вы осознаёте, что такое есть вообще всё вокруг вас. Я не знаю, ребят, понятно, я разъяснила или нет. Мада пишет, пытаетесь создать друзей, потому что боимся одиночества. И когда нас никто не понимает в этом мире, что равно одиночество. А тут уже не нужно понимание. Когда ты понимаешь сам себя, когда ты в принятии самого себя тотально, когда ты не боишься, что ты скажешь что-то не то, когда ты не боишься, что ты выглядишь как-то не так, когда ты не боишься, что ты что-то скажешь, а другой воспримет как-то по-своему. Когда вот это вот просто уходит, ты просто говоришь то, что у тебя есть. Ты просто начинаешь находиться в потоке того, что ты говоришь, не оборачиваясь на что-то. А вдруг меня не поймут? А вдруг мне скажут, что я там какая-то сегодня была некрасивая или некрасивая? А вдруг мне скажут, что я какой-то неумный, что-то недопонял, недосказал, недоговорил, недоговорила? Когда у тебя это всё тотально отходит, ты просто потоково говоришь свою информацию. И неважно, поймёт тебя кто-то или нет. Ты же говоришь то, что есть у тебя, а он же воспримет всегда то, что есть у него. Всегда каждый тотально воспримет только то, что есть у него. И если он не готов воспринимать потоковую информацию через себя и пропускать её просто потоком, если у него стоит определённый фильтр для чего-либо, если у человека стоит фильтр, значит, он находится ещё на определённом осознании себя. Когда он не готов в себя воспринимать ненужную информацию, когда он понимает, что если в него входит какая-то информация, то она вся остаётся в нём. Когда человек потоковый, ему можно говорить всё, что угодно. Почему мы говорим, что мы не обижаемся? Не потому что мы себя натренировали не обижаться, а потому что когда потоковая информация, она идёт потоком. А когда у тебя ещё есть фильтры, то ты тогда ещё выпадаешь из момента. Ты можешь задержаться на каких-то… Ой, тут сказал не то, как-то не очень. А, тут меня не похвалили, а тут меня не поняли, я не так хотел сказать, меня опять не поняли. Когда тебя что-то цепляет, значит, у тебя ещё есть в тебе вот этот вот фильтр, который не пропускает определённые моменты. И если он не пропускает определённые моменты, значит, ты выпадаешь из этого момента. Светик, дорогая, привет. Привет. Объясни, пожалуйста, что ты подразумеваешь под словом фильтр. Может, не всем понятно. Смотри. Привет, Андрюш. Под словом фильтр. Смотри, когда ты идёшь через поток, когда ты говоришь через поток, когда ты принимаешь людей… Вообще, вот это вот состояние безмыслия, к которому идёт каждый, когда говорят, я без мыслей могу прожить, например, там, минуту, две, десять, двадцать. Это всё херня, ребят. У нас вообще… Мы созданы для того, чтобы мы вообще в этих мыслях не жили. Нам они не нужны. Если мы будем жить через потоковость, у нас будет через потоковость вот этот, как говорится, в течение, по течению, плыть по течению, то есть по своему потоку. И когда мы идём в потоке, то есть я могу говорить в потоке. Вы спросили какой-то вопрос? И я его говорю, у меня не включаются мысли, что вдруг вы меня не поймёте. У меня не включаются мысли, а вдруг я что-то недоговорю, у меня не включаются мысли, а вдруг это некорректно и так далее. И точно так же, когда мы воспринимаем информацию, то есть когда мне кто-то говорит информацию какую-то, неважно какую, мне могут сказать информацию, что там, я не знаю, я рыжая, я толстая, я страшная, я там красивая, я умная, неважно какую информацию. Вся информация, она точно так же потоково проходит через меня. она за меня не цепляется. То есть мне человек сказал, она потоком прошла, и все. И у меня нет обиды на человека. Если есть обида, если есть оценочность, если есть какая-то категоричность, либо еще что-то, то это значит фильтр. Если во мне есть фильтр какой-либо, значит, я не в потоке, я выпала из потока. Потому что поток он всегда проходит, поэтому он и поток, он всегда проходит. Нет обид, нет непринятия другой, любой, чужой, другой информации, как хотите называть. И она просто проходит, и ты просто ее считываешь. И если тебе нужно ответить, ты отвечаешь. Если не нужно ответить, то ты просто ее принимаешь, через себя пропустила и пошел дальше. Но если у тебя где-то какая-то капелюшечка екнула, значит, у тебя еще есть фильтр. Фильтр – это как раз именно тот крючок, который тебя держит в этом социальном мире, который тебя выбрасывает из потока, из пространства, из этого, здесь и сейчас. Андрюша, ответила? Да, да, ответила. Это, короче, если коротко все это собрать, то примерно это та программа, которую ты берешь себе как личность на вооружение. Если это задевает тебя, значит, ты еще вот этот фильтр не избавился от своего фильтра, да? Вот коротко. За кадром кто-то или отжимается, то ли проноямой занимается. Ребята, у меня посудомойка работает. Я извиняюсь, никто не отжимается, просто работает посудомойка. А если всеядные себя так настроят психологически, тоже бессмертные будут? Или физика только на автономии не работает? Нет, ребят, тут вообще не пройду. Я же уже много раз говорила. То есть я, просто у меня был такой, у меня есть такой опыт, был такой опыт захождения через неедение в это осознание просветления, вечность. Почему был? Потому что сейчас я могу сказать, что абсолютно точно, глядя на людей, которые едят, они точно так же могут войти в это состояние через осознание себя. Если раньше я думала, что только через неедение, то сейчас я абсолютно уверена, что можно зайти более экологично через еду, но через осознание. И это можно сделать, это действительно можно сделать. Это более легкий способ. Просто неедение я не могу обесценивать. Я выжила через него. И многие люди выжили через эти состояния. Поэтому это тоже есть, да. Светлана, в чем может быть блок, если не могу даже дня заставить себя не есть? Потому что вы должны понимать, а для чего вам не есть? То есть мне очень многие ребята пишут, вот я не могу не есть. Когда я начинаю задавать, а для чего вам не есть? Они говорят, ну, чтобы просветлиться. Ребят, просветлиться можно через неедение. Через неедение мы просто… Почему я на ретритах? Почему у меня сухие ретриты проходят? Не потому что, чтобы показать, что вот как бы я не ем, и вы не ешьте. Не про это. А именно про то, что когда вы начинаете не есть какие-то… Какое-то время у каждого оно свое. Вы начинаете оголяться, вы начинаете вот как оголенный нерв быть. И вот когда вы начинаете быть как оголенный нерв, вот здесь он мне проще всего вас вскрыт. Мне проще всего вам кинуть определенную фразу, чтобы вы вскипели. И когда вы начинаете вот это вот, когда вас поднимается вот это вот, тогда я понимаю, с чем работать. И мне проще. Я просто начинаю вот так вот вскрывать. Это проще. И да, Станислав, все вопросы про дядю. Я не умею включать. Если кто-то хочет… Да? Да. Я иду. Добрый вечер, да? А я не слышу. Значит, что мешает быть… Раз-раз. А сейчас? Получше. Что мешает быть готовым к восприятию нового? То есть, если там так интересно, то вот что людей отталкивает? И как вообще понять, что готов к восприятию этого нового? Ну, восприятие нового всегда мешает то, что как бы мы же знаем, что такое старое. Нам здесь комфортно, даже если здесь плохо пахнет, если здесь как бы сыро и неприятно, но здесь же все свое, здесь все изведанное, здесь все понятно, здесь все близкие люди, все родственники. Здесь много лет жизни нашей. Конечно, нам здесь очень комфортно. А когда мы понимаем, что мы сейчас отсюда выйдем, что у тебя останется? Когда ты выйдешь из этого состояния себя, что у тебя останется, кроме тебя? Ничего, понимаешь? У тебя не останется твоих близких, ты их будешь воспринимать как минимум по-другому. У тебя не останется твоих друзей, ты их будешь воспринимать по-другому, по-иному. Ты будешь вообще все воспринимать по-другому. Ты обнулишься максимально. И чтобы прийти к принятию того, что это все есть, тебе тоже понадобится время. Сначала ты просто это все оттолкнешь, потому что ты будешь понимать, что это все было создано через ложь. И ты от этого будешь просто бежать, отталкиваться, потому что ты будешь понимать, что ты уже не такой. Но через какое-то время ты будешь готов принять любое не такое. Но это же должно пройти время. И когда это пройдет время, а они останутся через пробуждение. А в чем разница вообще? Есть разница пробуждения, просветления? Что это? Я не знаю, что такое пробуждение, просветление, ребят. Вот смотрите, я так понимаю, что пробуждение, это мое только восприятие. Я могу ошибаться. Пробуждение, это когда ты осознаешь, что есть вокруг тебя. Пробуждение, это когда ты понимаешь, что вот каждая картинка, она есть такая, какая она есть. Это когда ты начинаешь тотально воспринимать тот мир, который есть вокруг тебя. А просветление, да, это когда ты в определенный момент, вот как это было со мной или там еще с какими-то людьми, просветление, это когда ты в определенный момент видишь свет и из этого света просто тотально валятся ответы и когда ты понимаешь что тебе не нужно больше задавать вопросов и когда ты понимаешь что если любой заданный вопрос вы тут же поступает ответ и он идет как как из какого-то луча первое время этот луч он просто очень сильно видится это но это может быть мое восприятие восприятие других людей как я с кем разговариваю а потом ты просто начинаешь отвечать на тот вопрос который который задают и же о нем не задумываешься правильно или неправильно подойдет он тому человеку или не подойдет он просто есть ответ ему ты его просто озвучиваешь и я наверно так это вижу находишься или не выпасть можно что время находишься в этом или из него можно выпасть не ты уже всегда находишься в этом состоянии ты находишься всегда в этом состоянии просто через какое-то время ты научаешься его контролировать то есть чтобы не просто вот быть какой-то там занудой то есть ты можешь обычно тусоваться тусоваться в любой тусовки поддерживать любые компании если тебе этого хочется но ты точно также можешь например вот ну я не знаю я так часто говорю о славе сейчас да с которым мы достаточно много общаемся и у меня есть еще несколько человек у меня есть подруга дианка у меня есть другие друзья которые вот так просто вот мы через легкость сошлись и у нас есть такое что мы например можем общаться мы можем сесть и разговаривать можем разговаривать разговаривать а то может кто-то резко встать и уйти и здесь не будет никакой обиды не потому что он так что-то он я тут сижу с ним разговариваю взял ушел или она или я а тут человек очень четко понимает что ты с ним как пока ты с ним разговаривал и тотально был с ним от души и потому что вот так надо было не потому что он тебя что-то спросил не потому что вот так вот положено там или еще что а потому что ему тотально так хотелось мы не тотально хотелось ей тотально так хотелось и когда ты понимаешь вот это то когда вот это происходит у тебя не у тебя не может быть никакой обиды да не может какого-то быть недоумения и просто понимаешь как бы ну все разговоры закончились и разъехались понимаешь вот весь процесс твоей жизни он переворачивается максимально в то что ты хочешь вот просто максимально тебе не нужно оправдываться что у меня уже времени нет я побежал ой я сегодня не приду потому что у меня то так и просто тотальный мне я сегодня не приеду мне не хочется вот тебя например кто-то там вот тебя пригласили например на свадьбу вот грубо говорят и ты же что здесь на свадьбу пойдешь в любом случае но если ты находишься в другом состоянии ты можешь говорить перед свадьбой за полчаса ты говоришь что-то передумал не пойду ребят меня не ждите не приду и просто можешь завалиться и читать книгу и такие же как ты они скажут как бы окей и у них даже не возникнет такого что-то ой я тебя ждал а ты там что ты будешь делать я что появились дела важнее чем моя свадьба или че-то еще такого вопроса даже не будет понимаешь вот как настроен весь мир получается просто тотально под тебя и ты тотально под него и и все идет в абсолютной искренности к самому себе ну вот сама распаковка раскрытия на пробуждение технические действия допустим примеру что можно делать с понедельника самостоятельно остановка там мысли да там это понимают какие вот понедельника самостоятельно ребят самое самое простое что можно делать это начать отслеживать свои мысли и растворять то есть появилась какая-то мысль и ты тотально просто растворяешь вопрос атака практика ты тотально растворяешь это первый момент там есть несколько стадий чтобы прийти к самому себе и растворять что только научился растворять ее но это просто двух словах то следующая стадия когда ты тотально начинаешь осознавать себя вечным и когда ты начинаешь тотально осознавать себя вечность, когда ты понимаешь, что у тебя нет хаоса мыслей, которые вообще абсолютно не твои, которые не нужны тебе в этом мире, и когда ты научаешься растворять свои мысли, ты даже физикой чувствуешь, у тебя начинает давление такое в голове, потом ты к нему привыкаешь, и когда какая-то мысль появляется в твоей голове, она уже неприемлема, то есть она уже ее как будто бы вытягивает как атмосферным давлением. И следующий этап, когда ты научаешься быть вечным, когда ты любое состояние, любое действие, любое восприятие, любую мысль, любое высказывание, начинаешь выдвигать, осознавать, говорить из состояния вечности, если ты вечный. И поверьте, ребята, оно абсолютно другое становится. И вот это вот как бы минимальная практика, которую я вам сейчас открыла в двух словах, и вы ее можете применять, можете просто делиться, как она есть. Я понял. По поводу проработки, ты постоянно упоминаешь это слово, проработать, проработать, что за ним стоит вообще с этим? Не очень понятно. Ну, действовать. Примеры какие-то? Что такое проработать? Стас, ну, действовать, как бы проработать, это значит, что я воспринимаю, это действовать, то есть начинать делать. Прорабатывать, это не просто, когда мы начинаем, вот у нас просто, у меня, я сейчас со многими людьми общаюсь, некоторые начинают, прежде чем вот что-то сделать, они могут разглагольствовать месяцами, а если я сделаю так, а вот у меня откроется такой канал, такой портал, такой херал, такое еще что-то, и вот они начинают вот это вот разбегать, 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 вот это вот, и вот это вот разговоры, 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 и вот это вот разговоры постоянные, а разговоры не нужны, все проще. Начни действовать. Если у тебя что-то не получается в действии, ты начни говорить, почему у тебя не получается, если ты даже начинаешь говорить самому себе, почему у тебя не получается, то ты в своём разговоре к самому себе уже найдёшь эти ответы. И вот эта проработка, что я называю проработкой, это именно про то, что начать действовать. Начать делать. Например, напомню. А, и ещё вопрос секунду. Пробуждение, распаковка через есть же вариант, через любовь и благость, да, заход в это дело. Там подразумевается тоже поднятие муки, всей вот этой жести, психозы, то, что вот обычно очень даже. Там такая жесть поднимается, Станислав. Там поднимается даже то, что ты не прополагал. Вырвать надо по-любому. А там дело-то не про вырвать, там дело про осознать. Когда тебе это говорится, ты говоришь, да быть такого не может. То есть тут вплоть до того, что может говориться, что у тебя там, например, любимый человек, которого ты думаешь, что ты с ним прожил там с какое-то время, какое-то долгое время, и ты понимаешь, что вот как бы он для тебя очень ценен, а тебе говорят, просто как бы отпусти, ну всё, умрёт и умрёт, и дальше идёт. И у тебя вот эти вот в смысле умрёт, да умрёт. Это тот человек, с которым я вообще столько вот мы это здесь, вы вообще о чём говорите, да вы вообще не люди, да вы вообще там то, то, то. То есть это идёт через такие, через жёсткое, через жёсткое принятие реальности. Мы же, мы же почему вот это вот страдание у нас идут? Потому что мы не принимаем определённую реальность, которая есть вокруг нас, а не принимаем определённую реальность, потому что нам не хочется боли. А почему нам не хочется боли? Потому что мы не понимаем, что её нет. Нам с детства прививали, что боль есть. И когда у нас есть это понимание, что боли не существует, страха не существует то тогда что тебя может быть что что в этой жизни может тебя напрячь но это еще надо осознать а бывают ли те кто после раскрытия просит назад закрыть нет ни разу нет нет третьим глазом так вот есть операция вскрытия третьего глаза но я слышал человек открывает как консерву потом он приходит закройте потому что нет ни разу не слышала мы же идем через реальность у нас нет через какие-то там шаманские штучки там еще когда человек не готов либо психикой либо физикой там еще чем-то если человек готов он идет к нам и если идет вот это вот вскрытие он готов к если дошел до нас он готов к этому вскрытию и у нас есть несколько людей которые были у людей но я вам скажу так которые ну как я всегда считала что они намного глобальнее как минимум меня они много лет в этом деле у них многомиллионная аудитория и когда люди просто после вот этих людей которых они говорят они великолепны но у них нет того что есть у вас и они идут на вскрывашки ко мне к нам то для меня это конечно большие критерии я понимаю да я понимаю что я скрываю через жесткость я понимаю что я скрываю через не через поглаживание но когда когда доходят до меня люди они четко понимают чего они хотят нет такого чтобы они сказали что можете закрыть обратно нет когда ребят понимаете вы многие почему вот почему есть такие вот почему ты задал этот вопрос а если такие которые хотят закрыть это потому что это все через это ложь это неправда когда ты открываешься и пробуждаешься истина пробуждаешься через правду к этому миру ты начинаешь его видеть тотально у тебя нет вот это вот этих вот я не знаю денег и она после него пришла ко мне потому что я понимаю что ей вот это вот открытие ее любви она и не сделала счастливой в жизни понимаете о чем я говорю и когда вы начинаете вот это вот через обман саму себе вот я сейчас через благость через любовь приду к чему чему ты придешь через благость через любовь к себе ты придешь или ты придешь к очередному обману что этот мир стал другим этот мир стал другим только до первого твоего триггера который выстрелит и выбросить тебя в минус ребят придите в себя не надо верить сказке идите через себя и когда вы конечно же когда вы проходите я я не побоюсь этого слова когда вы проходите через меня брит поезд даже в тех же ретритах вы никогда не попросите вам что-то закрыть потому что вы тотально видите тот мир который он есть и вы тотально в него влюбляетесь потому что по-другому не бывает потому что он есть искренний потому что вы уже не обманываете себя когда вы не обманываете себя как может быть мир обманом этого невозможно. А когда вы идёте через обман, к чему вы придёте? Поэтому все говорят, мы пойдём в гору в пробуждение, в горы в пробуждение, в отшельничество в пробуждение. Понятно, почему в отшельничество? Потому что как вы будете вот это воспринимать? Там всё хорошо. Я была в горах, я была в отшельничестве. Там всё зашибись. А когда ты возвращаешься сюда, когда на тебя складываются те социальные аспекты, которые есть в этом мире, что ты будешь делать со своим пробуждением, которое там случилось? Что ты с ним будешь делать? Как ты будешь счастливой в этом моменте? Никак. И идёт обнуление, и идёт вот это вот жёсткое. И через что прийти? Не понял. Спасибо, я пока всё. Спасибо. Ребята, и ещё, вот просто многие пишут вопросы, которые вы знаете из крайности в крайность. Вы либо не наигрались в эти игры, что вы хотите, ах, вот вы вот так сказали, тогда вот так. Либо просто хотите привлечь к себе внимание, и это тоже хорошо. Как бы каждый аспект, он умеет быть. Но если вы в себе в этом разберётесь, то вам будет проще идти в следующий шаг самого себя. А любовь к миру – это не то же чувство, как страх? Это просто ощущение механизма восприятия? Любви тоже нет? Нет, любви… Как от любви нет? Любовь есть. Просто любовь, которую нам… Нам же описывают, какая любовь. Любовь – это когда ты чувствуешь бабочки в животе, когда ты там… Когда у тебя там такие ощущения, когда такие ощущения, когда такие ощущения. А когда ты понимаешь, что такое любовь, любовь тотальная, она абсолютно другая. Она не связана с эмоциями, она связана с чувствованиями. И чувствования, они настолько тотально глубокие, и они не могут быть взаимными. Они всегда безусловные. И когда у тебя есть любовь безусловная, только тогда ты находишься в ней. А когда взаимная, это идёт через эмоции. Когда ты взаимно хочешь любви. А я тебе так, а ты мне… А когда она идёт безусловная, тотальная, это абсолютно другое, это абсолютно другие чувствования. Но это очень можно долго говорить об этом. Это другие восприятия себя. Поэтому любовь есть в себя. Она есть, она тотальная. Если мы её почувствуем, это будет… Я вообще очень уверена, что мы придём, каждый придёт к осознанию, к просветлению самого себя. По-другому быть, ребят, не может. Это настолько просто, это настолько легко. И когда мы с вами сбросим вот этот груз, и я максимально… Если мои эфиры кому-то помогают сбросить этот груз, я очень рада. Я очень рада, если ребята, которые общались со мной в каких-либо аспектах, если они помогают сбросить этот какой-то вот недовлетворённый груз, там ещё что-то со своих плеч. И это тоже клёво. Вот просто каждый момент, он тотально решает всё, всё, что есть в этом мире. И если так оно и есть, то это очень здорово. На Ютубе вопросы закончились. А что же тогда с животными происходит? Кошки, собаки, они в гости, вы шатаете, пожалуйста. Ребят, ну давайте вот про кошек, про собак мы… Я уже не раз говорила, мы очень любим себя либо сравнивать с животными, либо проживать тотальную жизнь с животного, не прожив ещё человеческую. И вот это вот, а куда уходит то, а куда уходит это? Ну давайте ещё поговорим, а что такое НЛО и откуда они берутся, и почему у них вот голова больше, чем наша. Ну это же не про это. Дайте сначала себя, и вам будет, насколько вам будет это интересно, насколько вам будет это актуально. Потому что кошки и собаки – это вообще абсолютно разные вещи, не говоря уже о других каких-то моментах. и мы же сейчас не будем это в эфире, да, проговаривать и рассуждать об этом. Ребят, уже час прошёл, и благодарю. И я бы, конечно, наверное, закончила бы эфир и сказала бы присоединяйтесь в закрытый клуб, присоединяйтесь в индивидуальные чаты, присоединяйтесь на ретрите, я буду вас очень рада видеть. Этот ретрит будет очень глубокий 26 сентября. Если кто готов на тотальную проработку через жесть, то тоже пишите в личку. Света, добрый вечер. Может, последний вопрос? Это Влада. Вот здесь есть такая тенденция в межличностном отношении, в межличностных отношениях, что говорят, типа, отключи ум, пошли его нафиг, общайся через сердце, чувствуй через сердце, что тебе хочет донести человек. Там вот правда, вот как бы все в сердце, не используй ум. И вот у меня как-то вот это тоже такая благость, она, наверное, надо сначала достичь как-то этого состояния. Когда ты уже достигнешь этого состояния, ты не будешь говорить об этом? Да, Влада, абсолютно верно. Абсолютно. То есть ты же через ум пропускаешь только того человека, который ты, если ты сам не достиг определенного уровня, ты его пропускаешь через ум. Что такое пропустить через ум? Это чтобы тебя не обманули, чтобы тебе не сказали лишнего, чтобы тебя не вытащили из каких-то определенных твоих рамок и границ. А когда у тебя нет рамок и границ, когда ты тотально есть все, то как бы какой ум? Ты идешь через чувствование и ты тотально доверяешь каждому другому. Потому что других людей вокруг тебя уже не будет. Спасибо. Спасибо большое, Светлана. Вопросы закончились, Светлана. Благодарим за эфир. Рада видеть снова. Всего блага. Благодарю вас, Ребята. Спасибо, Свет. Приходи еще к нам в гости. Обязательно. Андрюш, ждем тебя в России.